И логично будет, конечно, в качестве исключения, начать с десятилетия телеканала ОТР, потому что еще 10 лет назад все, кто работали, это были телеканалы, которые ориентированы, получается, на рекламодателей, на рейтинг на общество. Мало кто ориентировался тогда, и не было таких задач, собственно, перед телевидением. Вот эти задачи появились. Логично, что сейчас первым у нас выступит Виталий Никитич Игнатенко, генеральный директор ОТР. Вот что он сказал по поводу задач общественного телевидения. Сегодня нашему каналу исполнилось 10 лет. Для человека 10 лет – это очень юный возраст, а для телевидения – это совсем почти ничто. Любой средство массовой информации проходит период становления, взросления, находит своих зрителей, находит своих читателей. Я считаю, что коллективу общественного телевидения России удалось за 10 лет сделать очень много. Я от всей души хочу поблагодарить всех, кто помогал нам создавать это телевидение. Прежде всего, основателя нашего канала Анатолия Григорьевича Лысенко, тех журналистов, которые были рядом с ним в самые первые годы. Я хочу поблагодарить тех журналистов, которые работают в региональных средствах массовой информации, которые тоже подставили свое плечо для того, чтобы мы были действительно большим российским федеральным каналом. Канал нашел своего зрителя. Это, как мы его видим, человек очень заинтересованный, политически активный, очень высоко патриотичный человек. И мы гордимся, что у нас такие зрители. За это вам большое спасибо. Наша биография продолжается. Спасибо Виталию Никитичу. Сейчас мы приветствуем в студии Константина Точилина, нашего коллегу и нашего начальника, заместителя генерального директора ОТР. А еще человека, который придумал программу отражения, благодаря которой мы все здесь собираемся. Отец-основатель программы отражения. Придумываем программу отражения мы вместе с вами и со зрителями ежедневно, причем по три раза в день. Потому что каждый раз у нас что-то меняется. С праздником вас? Взаимно, с праздником. Когда запускался наш канал, мы, по-моему, поставили себе задачу показать страну. Вот как вам кажется, какую страну мы для себя открыли? Я бы начал немножко с другого. Потому что я призываю вас вспомнить, какими были мы с вами, когда открывали наш канал. Мы были чуть-чуть помоложе. Наше знание о жизни, я думаю, что очень у многих, хотя у нас коллектив со всей страны собранный, но, тем не менее, да, у нас знание о жизни страны, оно было сосредоточено внутри, ну, если не Садового кольца, то Московской кольцевой автодороги. Мы были в плену, в общем-то, и мы сами должны отдавать себе в этом отчет, вот этих мантр, которыми нас дурили довольно долго, и мы с удовольствием дурились. Мы верили в рынок, который расставляет все по свои места. Мы верили в то, что весь мир населен добрыми и хорошими людьми, которые нас не обманут, не обидят. Что вай-фай в городе важнее, чем наша безопасность, что рынок важнее, чем электрички, которые не ходят в какие-то города, потому что это не рыночное. Но мы совершенно справедливо, Костя говорит, мы поставили своей целью для себя открыть страну. И открытие первое, ну, для меня лично, заключалось в том, что в страны две, как минимум, да. Есть вот эта вот страна в бульварном кольце, у которой проблема, что не грузится в Фейсбук быстро. И страна другая, которая жила реальной жизнью. И на тот момент, когда наша телекомпания создавалась, вот все место в эфире, все место в медиа, все истории успеха, они вот были заключены как раз вот там, где Фейсбук медленно грузится. И это был признак и какое-то такое вот качество, что вот, вот как надо делать жизнь-то. А мы стали это изучать, и благодаря нам, мне кажется, в нашем эфире, вот та страна, которая настоящая, она занимает ведущее место. И у нас с вами в головах за это время произошел большой переворот. Сейчас переворот произошел очень у многих за последний год, потому что спецоперация поставила вопрос ребром. Но я очень рад, что мы это сделали не в тренде, а мы это сделали путем там длительной сознательной эволюции. Мы это сделали с вами и с нашими зрителями. И благодаря им вполне осознанно. Вы как раз сказали о столице и такой столице центричности, но мы понимаем, да, что 90% нашего населения, это как раз другая страна, это не Москва. И многие наши коллеги, при всем к нему уважении, в основном свой эфир занимают новостями из Москвы, вокруг Москвы, вокруг решений, которые принимаются в Москве. Мы попробовали это изменить, мы попробовали быть другими и в рамках эфира отражения, и в рамках проекта День региона, который у меня лично любимый проект. Ну, который ты и ведешь, да, при моем небольшом участии. Как вам кажется, о чем этот проект, какая главная его идея, какую страну мы хотим и увидеть, и показать, потому что понятно, что это преломляется через наше восприятие. Мы хотим, как мне кажется, показать все лучшее, что у нас есть, не забывая о проблемах. Ну, я бы, во-первых, все-таки ушел бы от противопоставления Москвы и регионов, потому что Москва наша столица, Москва прекрасный город. Вот я во многих поколениях москвич, и что же я так буду про свой родной город-то говорить. Хотя противопоставление есть, но противопоставление, оно есть в каждой стране, практически столица, это немного другое. Да, самое главное, чтобы вот это вот немного другое не занимало бы большую часть места, времени, внимания и любви. И вот мне кажется, что вот мы в каждом же нашем проекте «День региона» делаем фильмы, потом их еще отдельно показываем, под очень удачной шапкой наши коллеги название придумали «Открывай Россию». Мы для себя и для наших зрителей открываем Россию каждый раз. И очень часто, ну, Оль, ты знаешь, вот перед тобой, я просто первый раз тут в качестве гостя не ведущего, мне чуть не хватает. Да, что нужно открыть, посмотреть. Не-не-не, ничего. Нам очень часто пишут, что же вы лакируете действительность. Мы действительно рассказываем о достижениях. Слушайте, ребят, ну если мы будем, мы 30 лет говорили, ой, какие мы плохие, как у нас все неправильно. Ну, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Да, есть проблемы, мы их не замалчиваем, эта студия всегда открыта для обсуждения, но конструктивно вот такого. Что, звоночек возьмешь? Звонок давайте, нам звонит Зоя, Оренбургская область. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте. Мы до вас не доехали еще с днем региона, да. Здравствуйте. Поздравляем каждого работника, каждого сотрудника. Поздравляем тех, кто такой прекрасный канал создал, поклон, конечно, и уважаемому журналисту, и великому человеку, который Лысенко и другая вся его компания, все, кто создавали этот канал, продумали для регионов, для народа передачу, которую всегда хочется смотреть. Будь то большая страна, будь то прямой эфир, будь то очень личная, дай вам Бог долгие годы процветания жизни и работы. Ваши улыбки, ваши мудрые советы и просто разговор радует людей. Зоя, спасибо большое. Спасибо за добрые слова. Посмотрите, какие у нас квалифицированные программы, так как перечислено просто, да. И у нас с Олей любимая шутка, когда у нас идет эфир День региона, мы говорим, что зрители за нас делают львиную долю работы, потому что они задают очень правильные, очень квалифицированные вопросы, что тоже очень важно. У нас очень, плохое слово, но отражает всю жизнь, у нас очень качественный зритель, благодаря которому мы немножко меняемся. Я надеюсь, что лучшая сторона. УТР общественный телеканал, стало быть, должен соответствовать интересам общества. Это правильно, это нужно. С другой стороны, наверное, Е должен помогать наш телеканал обществу развиваться, то есть выходить за рамки повседневности, которая нас окружает, за рамки, извините за выражение, бытовухи. Как бы вы сформулировали некую сверхзадачу, что ли, которая стоит перед нами? Ой, сверхзадачи, я вот не люблю такие громкие истории. Мне кажется, что сверхзадача сформулирована, в общем, задолго до нас. Делай, что должно и будь, что будет. Да, у нас с вами за 10 лет накопилось некое понимание о том, что из себя представляет страна, и некое понимание того, в какую сторону она должна развиваться. И мне кажется, что понимание это правильное, ну, такая из нашей редакционной кухни, когда происходят какие-то программные заявления руководства страны, послание Федеральному собранию нашего президента и главнокомандующему. Мы очень внимательно все это слушаем, естественно, готовимся это вместе с вами вечером обсуждать. Но когда мы смотрим по пунктам повестки, мы понимаем, что это пункты повестки, о которых говорит президент, о которых говорит премьер, это то, о чем говорим мы с вами. При этом важно. Мы об этом говорим не после того, как на это обратили внимание наши власти, мы об этом говорим до того. И мне кажется, в этом наша сверхзадача и есть. Не угадывать желания начальства, а делать то, что, как нам кажется, нужно для страны. Самое главное при этом не заиграться и не ошибиться, потому что мы, конечно, не зеркало, но мы отражение. Вот. Ну да, разница, да, да, да. Ну что, очень много у нас поздравлений. Все пишут. Просто, да, слушайте. Бирбиджан нам написал, знаете, вот как далеко. Почему? Ну, раз в 10 лет-то может. Да, Бирбиджан, очень хороший канал, смотрю каждый день, особенно программу отражения. Лучшие эксперты на ОТР, ну, я просто немножко забегаю вперед, это люди, которых мы сегодня видим в эфире. Это Сивков, Журавлев, Карачаровский. Сегодня пригласили наших любимых. Благодаря за то, что... Ну, не всех, к сожалению, да, чтобы никому было не обидно. А я вот взял... За то, что говорим правду. ...листок бумаги с собой, вот тут 22 пункта мы за вчера-позавчера насчитали. Это, собственно, те темы, которые вы, наши зрители, просили обсудить в сегодняшнем эфире. Я не могу сказать, что это как-то принципиально отличается от наших эфиров обычных, да, потому что это все те темы, которые всегда в нашей обязательной произвольной программе присутствуют. И просто сегодня мы делаем отдельный акцент на то, что это именно то, что интересует наших зрителей. И вот на первом месте социальная справедливость, да, стоит у нас вот в нашем рейтинге ваших пожеланий. Опять же, дурацкое слово, но пока надо какой-то придумать вообще аналог. Это тренд, что называется. Потому что с первых эфиров отражения, которые все здесь присутствующие, собственно, и вели 8 лет назад, или 9, я забыл уже когда, вот мы тогда уже с вами, если вы помните, мы заметили, что то, что требуют люди, это справедливость. Справедливость это то, чего не хватает. Это хотя бы то, что нужно обсуждать. И если мы вот в этом направлении будем двигаться, то, мне кажется, очень большое дело сделают. Понятно, что люди нам об этом пишут, очень часто, кстати, просят помочь, мы вот хотим помочь, но просто не всегда физически можем, однако есть хорошие, замечательные истории. Вот это вот очень часто упрекают даже, ну вот вы только говорите, а ничего не делаете. Иногда самим стыдно за это становится, но с другой стороны, ну, 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 работа такая, ну мы хотя бы попробовали, что называется. Спасибо. У нас в студии был Константин Тачилин, заместитель генерального директора ОТР, основатель, автор программы «Отражение». Сейчас как раз о том, как мы помогаем нашим зрителям, ну, есть такие примеры, собственно, раз в 10 лет об этом, наверное, можно рассказать. Да, и с днем рождения, друзья. С днем рождения и благодарность от наших зрителей за «Отражение» за ОТР. Спасибо. Бейчанка Татьяна Япончинцева смотрит общественное телевидение с особой личной благодарностью. Пять лет назад к ней с внуком приехала съемочная группа ОТР. Тогда ему никак не хотели давать вторую группу инвалидности, хотя работать он не мог. Я бы с удовольствием пошел бы работать, но вижу, такая травма, полголовы нету тем более, и я никак не могу работать. Я говорю, папушка, я говорю, да, я буду сторожить, что-нибудь. Я говорю, да ну прямо. Каждый год Евгению приходилось много ходить по врачам, собирать десяток справок и других документов для подтверждения инвалидности. Когда на ОТР вышел сюжет, дело сдвинулось с мертвой точки. Это было в апреле, а в июне пришло письмо заказное с Москвы, что, ну, там группу эту ликвидировали, третью, что ему пожизненно дали вторую группу. А потом сказали, что если бы второй группы не было, его бы в интернат бы не взяли. А возраст-то мой какой? Уже все-таки восьмой десяток. Сегодня Татьяна Андреевна поздравляет ОТР с днем рождения. Я, конечно, поздравляю с юбилеем. Ну и очень хорошо, что помогают людям. Вот. И дай бог, чтобы и дальше так было. В Новосибирске, благодаря репортажам ОТР, обманутые дольщики смогли добиться от пластей решения их проблем. С 2018 года владельцы недостроенного жилья проводили митинги и голодовки. Однако ни один канал, даже местный, не говоря уже о федеральных, не торопился освещать эти события. Не торопились и власти. Ответы одинаковые. Нам просто прислали скопировать и вставить, и все. После того, как корреспонденты ОТР узнали о том, что происходит, телеканал стал показывать каждый митинг в своих новостях. Для нас это был счастливый случай. Нам оказали информационную поддержку. С ее помощью мы попали на прием губернатора. И наша проблема в течение года была решена. Некоторые обманутые дольщики получили квартиры. Кто-то компенсации. Другие еще ждут решения суда. Но уже с новой надеждой. Здоровья всем сотрудникам, которые не жалея себя освещают проблемы города. Ну и оставаться такими же чуткими проблемам простых новосибирцев. Продолжают поступать эсэмэски. Башкирия. Встреча с Лисковым. Праздник. Мы сегодня, по-моему, Сергею Леонидовичу дали выходок. В день праздника Сергей Леонидович отдыхает. Продолжают присылать нам наказы, просьбы. Надежда только на ОТР. Уважаемые корреспонденты, достучитесь до депутатов нашей думы. Спросите, зачем приняли закон о садоводстве. В общем, просят разобраться. Разберемся. А еще предложение. Смотри, нужно говорить о проблемах. Останавливать цены на ГСМ и на любой вид топлива. Не повышать мрот. Фиксированная цена на каждый товар, как в СССР. Ну и это мы тоже, я думаю, может быть, даже частично в рамках сегодняшнего эфира обсудим. Приятно, что Архангельская область написала. Вы для нас, для зрителей, как чистая родниковая вода. Многих долгих лет вам. Спасибо. Будем стараться. Сейчас поздравления от наших зрителей. Но эти зрители, они еще и губернаторы. Губернатор Рязанской области Павел Малков и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Поздравляю вас с десятилетием телеканала. ОТР очень хорошо знает и любит в Рязанской области. И прежде всего за его открытость и узнаваемый стиль. Сам всегда с большим интересом смотрю ваши проекты об истории России, о жизни регионов, о выдающихся людях нашей страны. И вот все это, это результат серьезной работы целой команды. Но ОТР работают настоящие профессионалы. Желаю ОТР всегда оставаться интересными и востребованными. Рост аудитории. А коллективу желаю новых творческих побед, успехов, вдохновения и благополучия. От всей души поздравляю общественное телевидение России с десятилетием вещания. ОТР – одно из наиболее авторитетных и узнаваемых СМИ, которые оперативно и беспристрастно информируют жителей о значимых событиях в стране и в мире. Озвучивают экспертные мнения. Транслируют документальные просветительские программы. Отрадно, что ОТР ориентирована и на освещение жизни в регионах России. АДЕ с удовольствием сотрудничает с телевидением на протяжении всех 10 лет существования. Знаковым для нас стал День АДЕ на ОТР, который познакомил многомиллионную аудиторию с природой, культурой, обычаями и историей АДЕ, а также с достижениями в экономике, социальной сфере. Отдельно хочу поблагодарить руководство общественного телевидения России за поддержку работы по созданию республиканского телевидения, который сейчас ведется. Уверен, впереди нас ждет еще много совместных проектов. Еще раз с юбилеем!